Вот он, новый флагман от компании Xiaomi, Xiaomi Mi 5. Существует несколько версий этого телефона, у меня младшая модель, младший флагман, но даже младшая модель рвет по производительности конкурентов просто в клочья. Mi 5 на самом производительном процессоре 2016 года, Snapdragon 820. Поставляется телефон вот в такой вот коробочке. В комплекте телефон, зарядное устройство, USB кабель, несколько бумажек и скрепка для того, чтобы вставлять симки. Обратите внимание, что этот телефон лучше всего заряжать с помощью идущего в комплекте зарядного устройства, либо с помощью зарядного, поддерживающего технологию QuickChange 3.0. Иначе придется ждать, пока этот телефон зарядится, но минимум в два раза дольше. Используйте быструю зарядку, телефон это поддерживает. Когда все кинулись делать округлые края у экрана, компания Xiaomi наоборот решила скруглить заднюю поверхность. Экран плоский, никаких 2.5D здесь нет. Диагональ экрана 5.15 дюймов. Full HD разрешение, отличные углы обзора, как любят писать, 178 градусов. То есть видно вообще под любым углом, сбоку, наискосяк, как угодно. Экран яркий, очень яркий, ярче, чем на том же самом Mi 4S. По краям экрана есть небольшие черные рамки. В последнее время почему-то многих они начали раздражать. Раньше не раздражали, теперь раздражают. Не понимаю почему, но если у вас раздражают эти рамки, купите черный телефон, рамок не будет заметно совершенно. Под экраном две сенсорные кнопки, выполненные в виде маленьких светящихся кругляшков. Левая кнопка это список последних приложений, либо меню в зависимости от того, как настроите. Правая кнопка это назад. И есть одна комбинированная кнопка. Это аппаратная кнопка, ее можно нажимать. Это же сенсорная кнопка, к ней можно прикасаться. Это кнопочка домой. И это же сканер отпечатка пальца. Сначала мне не понравилась эта идея, потому что сканер вот такой вот тоненький. И я как-то не сразу попадал. Но потом я научился правильно прикладывать палец. И процент срабатывания сканера увеличился практически до 100%. Вот так вот раз, прикладываешь. В смысле прикладываешь, нажимаешь. Именно нажать надо для того, чтобы разблокировалось. Они хорошо, что сделали ее сенсорной, потому что лично мне уже не нравится нажимать какие-то кнопки. Мне нравится просто прикасаться. Если бы они ее сделали аппаратной, чисто аппаратной, то лишилась бы вот такая бы функция в MIUI не работала. Надо провести от домика до назад. И тогда включится режим, как это называется, режим управления одной рукой. Вот это 3,5 дюйма экран. Назад, чтобы либо вот так вот проводим, либо в обратную сторону. Вот так вот. В общем, 3 сенсорные кнопки, плюс сканер отпечатка пальца, плюс аппаратная кнопка. Если вам нравится нажимать, нажимайте. Над экраном индикатор событий. Разноцветный индикатор событий. Это стандарт у компании Xiaomi. Датчики, разговорный динамик, камера 4 мегапикселя. Почему-то 4 мегапикселя, но в интернете написано типа она клевая. Справа кнопка включения, кнопка регулировки громкости. На последних Xiaomi это всегда так сделано. И слева лоток для двух nanoSIM. Именно nanoSIM, не micro и SD карточки не поддерживает. К сожалению, даже не совмещенный слот. Я бы хотел обратить внимание, что это цельнометаллический лоточек. В отличие от того же Mi 4S или Redmi 3, где он сделан из пластика и металла. Мне кажется, цельнометаллический, понадежнее будет. Снизу микрофон, динамик громкой связи и USB Type-C. Конечно же, с поддержкой OTG. Сверху разъем для подключения гарнитуры. Второй микрофончик. И уже ставший привычным ИК-порт для управления бытовой техникой. Сзади находится соневская камера. Фишка телефона. 16 мегапикселей. С оптическим стабилизатором. У меня камеры со стабилизатором ассоциируются с такой большой выпуклой фигней, чтобы туда запихать стабилизатор. А здесь не просто. Он... Камера не выпукает. Она наоборот. Туда углублена. И еще покрыта сапфировым стеклом, для того, чтобы не поцарапалось. Если кинете на песок, царапины здесь, скорее всего, не появятся. Если, конечно, вы не будете вот так вот об наждачку тереть. Под задней крышкой спрятана антенна NFC. Телефон собран из стекла. И вот это вот все металл-металл. То есть, из нормальных материалов. Качество сборки, я бы сказал, великолепное. В руке что в левой, что в правой лежит отлично. В общем, именно от внешнего вида, от сборки, от того, как они реализовали вот эти все кнопочки, сканер, я в полном восторге. Что интересует многих мобильных игроманов и любителей чем-нибудь помериться? Производительность? Я не знаю, куда уже больше. В телефоне стоит 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820. Частота ядер до 1,8 ГГц. Поэтому телефон не выдает обещанные 130 тысяч баллов в Antutu, а выдает всего лишь 108. Видеоускоритель Adreno 530. Здесь 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ накопитель. Как я уже сказал, SD-каршки не поддерживает. Если вы хотите еще более мощнее и побольше памяти, то покупайте версию с приставочкой Pro. Но мне кажется, даже этой производительности более чем достаточно. Главное, что отличает Pro от вот этого телефона, там 128 ГБ. А учитывая, что SD-каршки нет, возможно, кому-то 128 ГБ понравится больше, чем 32. И Epic Citadel на максимальном качестве выдает, можно считать, 60 кадров в секунду. То есть, любая, любая игрушка, если она оптимизирована более-менее, то есть, не глюк на глюке, здесь просто будет летать. И еще один вопрос, который всех интересует при такой производительности. А не греется ли, не перегревается ли он? Перегрева не заметил. Знаете, иногда запущу Epic Citadel на каком-нибудь телефоне, даже не на очень мощном, и потом выдают, а, аккумулятор перег... Ну, в смысле, телефон перегрелся, срочно выключите. Здесь такого не наблюдалось. Я даже специально включил Epic Citadel, положил его на диван, для того, чтобы задняя поверхность не охлаждалась. Он не перегрелся, FPS не просели. То есть, я удивляюсь, как такой мощный процессор сюда запихали, и при этом нет перегрева. Молодцы! Производительность это, конечно, хорошо. Можно хвастаться, что у тебя самый крутой телефон, можно играть в самые навороченные игрушки. Но для большинства обычных пользователей, это не нужно. Намного важнее, сколько телефон работает от батареи. Батарея здесь несъемная, заявлено 3000 мАч, и результаты меня вполне устроили. Фильмы на 50% яркости. Можно смотреть 12,5 часов. Аппаратное декодирование, Full HD видео, Kodak H264. И под нагрузкой, 100% яркость, включенный Epic Citadel, включенный Wi-Fi, телефон проработал более 4 часов. На мой взгляд, очень хороший результат для батареи 3000 мАч. Но я бы еще хотел обратить внимание, телефон только-только вышел. Поставки в магазин еще не начались. Я его тестировал всего лишь пару дней, и за это время прилетело два обновления по 800 мегабайт. То есть, они обновили там все. И в описании было написано, улучшение стабилизации, в смысле стабильности системы, или что-то такое. Возможно, после оптимизации будет работать еще дольше. Отдельно хотел бы поговорить о камере. Она того стоит. Благодаря оптическому стабилизатору картинка не дергается, даже если у вас трясутся руки. Но иногда как бы плавает. Некоторые называют это эффект желе. Вот лично мне приятнее смотреть на эффект желе, чем на трясущуюся картинку. Если вы посмотрите на стабилизацию изображения в YouTube, то там вообще ужас. Вот попробуйте залить вот такую вот трясущуюся картинку. И он скажет, плохое изображение исправить. И вы знаете, он исправит, и иногда лицо будет превращаться в какого-то крокодила. То есть, там реально все плавает. Лучше уж сразу снять нормально, менее трясущуюся, чем потом YouTube будет исправлять, ну или другие инструменты, стабилизацию делать, портя качество картинки. Вот здесь вот, вот видите, у меня реально руки потряхивает, а картинка стабильна. Это отлично. Лучше делать так. И тем более, при некоторой сноровке можно добиться, чтобы этого желе не было, но при этом стабилизация будет работать отлично. Камера меня очень порадовала. Единственный ее недостаток, при видео, макросъемке, автофокус ступит, и приходится переключать на Tab Focus. То есть, не чтобы он автоматически сфокусировался, а вот, чтобы вот здесь вот нажать, это в настройках здесь есть, переключаем, и тогда можно фокусироваться на любом объекте. Хотел бы обратить внимание, какие здесь есть режимы. Есть полностью ручной режим, вот он он, для того, чтобы фотографировать. Можно баланс белого выставлять в фокус, фокус, например, от макро до бесконечности. То есть, это все, все, все можно сделать вручную, и мне кажется, это может быть полезно. Вот это вот горизонт ищет, видите, для того, чтобы фотать себя правильно. И в видеорежиме есть две фишки, это Time Slap и Slow Motion. Time Slap, напомню, для тех, кто не знает, это для съемки чего-то медленного, например, заката. Вы сняли, и закат, солнышко так быстро сядет. А Slow Motion, это для того, чтобы что-то ускорить. Например, насекомое летит, быстро крылышками машет, вы можете на Slow Motion снять и посмотреть, как там крылышки так... Но Slow Motion работает только в HD и ниже режиме. В Full HD или тем более в 4К работать не может. И да, камера снимает 4К видео, ссылка есть в описании, например, съемки 4К. В общем, камера супер. Телефон работает под управлением MIUI 7 на базе Android 6. В этой версии нет русского языка, только китайский, английский и нет плей-маркета. Но все это решаемо, как всегда рекомендую 4PDA. Правда, после последнего обновления прошивки у меня плей-маркет перестал работать. Ну да ладно, к моменту начала продаж думаю, все эти проблемы решат. Телефон выпускается в трех цветах. Цветах золотистом, белом и черном. Ссылки есть в описании. Может, еще какой-то цвет есть. Во всяком случае, вот я на коробочке тут вижу розовый, но в магазинах я розового не увидел. Может быть, выйдет позже. Отличный телефон, главные недостатки. Высокая цена, нет поддержки SD-карт и китайская версия прошивки из коробки. Либо ждите интернешнл-версию, но она будет, ясное дело, еще дороже. Давайте посмотрим, как снимает камера этого телефона. Я заметил странную особенность. Каждый раз, как у меня на тесте появляется телефон Xiaomi, портится погода. И приходится тестировать телефон вот в таких вот не очень хороших условиях. Недостаточная освещенность практически везде. Тестирование камеры телефона Xiaomi Mi 5 с оптическим стабилизатором и с возможностью записи 4K-видео. Ну, так как все такое серое, некрасивое. Вот там у нас клубничку выращивают. Пойдемте посмотрим на клубничку. Хоть какая-то радость будет. 4K-видео. Автофокус на макро не справляется. А вот тапфокус работает отлично. Прямо как у других предыдущих моделей Xiaomi. Ну вот и клубничка. Прямо в городе вот такие вот плантации. Можно приходить, собирать сколько нужно. Вон там вон в центре взвешивать и оплачивать. Смотрю, они тут и помидоры выращивают. А некоторые овощи, я даже не знаю, что это такое. Вот это вот что. Еще у нас есть мясной рынок. Здесь все свеженькое. Прямо вот с утра привозят трупики я видел и здесь же их разделывают. И посмотрите, чистенько. Это один из немногих рынков, на которых я был в Китае, где чисто. Реально очень чисто. И отдельно рыбный рынок для того, чтобы рыба не воняла на всю округу в отдельное здание вынесли. Здесь можно купить как свежую еще живую рыбу, так и немножко умершую. А еще здесь можно купить огромных зеленых жаб. И тоже чисто. Несмотря на то, что пахнет рыбой, конечно же. Как же без запаха. Черепашки. Я в Китае подсел вот на такую гадость. Понимаю, что химия, но не могу себе отказать. Как-то надо от этого избавляться. 6 часов вечера на легче не уехать. Всего лишь пол седьмого уже ночь. Тестирование со вспышкой в полной темноте. Ну, почти в полной. А покажи, как получается, пап. Сейчас покажу. Когда я тестировал камеру этого телефона, на улице было хоть и пасмурно, но все-таки весна. Около 20 градусов. А сейчас снова пришла зима. 10 марта. На улице плюс 10, хотя в это время года здесь должно быть плюс 20 и выше. И еще ливневые дожди. Камера обалденная. Мне очень нравится. В темноте никаких проседаний. Нет, есть. Обычно пишет 30 кадров в секунду, а в темноте пишет 29 кадров в секунду, но этого никто не заметит. Ну и стабилизация конечно меня просто покорила. Видите какое-нибудь желе? Вот я не вижу, я вижу только четкую стабильную картинку.